В зале издали Протасевича, потому что не взлетела госпожа, как ее жена, бывшего кандидата в президенты. Петлана Тихановская. В выезде Белоруссии. Тихановская, да, да. Вот не получилось, да, теперь нужна новая сакральная жертва. Друзья, давайте по-другому представим заголовки. Представьте себе, что над воздушным пространством Великобритании или Чехии садят самолет с Петровым и Башировым на борту. Ну, что происходит? Победа МИ-6, победа там чешских спецслужб. Молодцы, вот как работает. Ребята, это КГБ. Надо тоже понимать, да. Усадили. Усадили кого? Пионера, да здравствует красная зорька, или человека, которого обвиняют в попытке государственного переворота, в терроризме, в координации действий по преследованию сотрудников правоохранительных органов. А вы, они же выкладывали личные данные сотрудников правоохранительных органов Беларуси, я правильно помню, да? Так, там есть про это статья до 15 лет за перешкоджение работы правоохранительных органов. Друзья, смотрите, по международным конвенциям суверенитет государства распространяется и на воздушное пространство. Раз. Второе. Давайте объективно, это не первая посадка властями самолетов, да. Была посадка, по-моему, президента Боливии, да, где-то в Австрии. Ему просто по пути следования все страны неожиданно закрыли воздушное пространство, потому что думали, спецслужбы Соединенных Штатов думали, что у него на борту находится Сноуден. Почему-то европейские страны, кстати, совершенно случайно члены НАТО вдруг закрыли воздушное пространство, посадили самолет, обыскали самолет президента другой страны, правда, потом сказали... Но то же в целях демократии. Вот сейчас к этому подойдем. А то в целях... Напомню, что из Украины, да, я забыл армянского журналиста, фамилия была, который в 16-м году вылетел в направлении Минска и вернули самолет, его задержали. Он освещал антимайдан. Иранский самолет, по-моему, тоже задерживали, и там на борту кого-то таки задержали, кого обвиняли в терроризме. Друзья, смотрите, кто больше всех кричит. Представители Европы, которые могли стать выгодополучателями от цветной революции в Белоруссии, да, Прибалтика и Польша в первую сторону. Как ни странно, генеральный секретарь НАТО, у меня вопрос, а НАТО-то тут при чем, да? Но я вам объясню. Я думаю, что цветные революции это и есть гибридная война, которая развязана в интересах стран НАТО. То есть это такая попытка переворота и установления режима лояльного ко всем европейским ценностям. В Белоруссии не получилось. Сейчас задержали их агента, который сейчас может дать показания, кто ему выдавал деньги, каким образом, и кто ему оказал методическую поддержку, а может быть, кто давал ему конкретные задачи. Вот поэтому так все и встали. Я думаю, надо ждать... Не только все, Евгений Владимирович, а даже и Соединенные Штаты, потому что там уже вимагали соответствующего расследования. Но на Банковой тоже реагировали. Там примусовую посадку рейсу оценивают как прояв международного терроризма. За словами радника головы Офису президента Михаила Подоляка, главным организатором примусовой посадки літака є Россия. За окошком снега грант, значит, Путин виноват. Зі спецоперацією щодо Вагнерівців. Я такого не чула. Дорогие мои друзья, вот когда мы станем властью, и когда сбежит из нашей страны Шерочка и Машерочка, я думаю, вы дадите нам мандат вернуть их любой путем. Любым путем. Я имею в виду Зеленского и Порошенко. Потому что бежать будут точно, прятаться будут точно. Думаю, вы все хотите, чтобы вернулось назад и Гонтарева, и Ярейска, и Маркарова, которая устроила пирамиду по обдиранию Украины, и положили они все вместе всю банковскую систему, где пропали ваши вклады, и где пострадали заемщики. Поэтому вопрос, в интересах это государство происходит или нет. Если рассматривать с точки зрения Беларуси, конечно, в интересах беларусов. Конечно же, они задержали инструмент политического рейдерства и государственного попытки неудачного государственного переворота. Почему наши так в это влазят? Вот не понимаю. Еще раз напомню, что в истории Украины была уже посадка белорусского самолета, Белавия. И тогда никто не кричал. И когда задерживали президента Боливии, тоже эти страны почему-то молчали о демократии, потому что они решали свои задачи. Мир, к сожалению, двуличен. Наблюдается политика двойных стандартов. Но я думаю, что Лукашенко справится. Друзья, государство не плюшевый мишка. Государство должно защищать выбор большинства и интересы большинства. Только в Украине оголтелое меньшинство может диктовать повестку дня и менять власть в стране, но правда при поддержке все тех же обеспокоенных товарищей, которые сейчас беспокоятся за нехту. Вы знаете...